Друзья, предлагаю тем, кто собирается уйти, тихонечко уйти, а тем, кто остается... Там никого нет в этом самом коридору? Пошли, всем замуж. Вот, так, я была, получается, что спина оказывается, но уж извините. Вот. Но считается, что актеры должны там спиной поворачиваться, кто-то еще, но тут и так все устроено. Дорогие друзья, занимайте, пожалуйста, места в нашем теплом, уютном зале центра Андрея Белого. И мы продолжаем читать большое количество шестистишек. Убегаете, что ли? Нет, я не делала. Вот. Так, про снег в телевизоре было. Участковый пришел в поселковый гламур. С подростковой формой ногтей. Засучил рукавище до самых локтей. Начал петь, выпиваться и драть. А гармуха продолжила нервно играть, потому что снимал саленфильм. Вот. Значит, вот пошла комбинаторика. То есть бездна, любовь. Акро стих бездна. И теле стих, еще раз напоминаю греческое слово, обозначающее дальний теле. Дальний, да? Значит, вот. Когда мы все были ребенки, нам всем покупали дубленки, ритузы и шапки из пуха. А нынче такая непруха. Осенние туфли по моде идут в Рождество по погоде. Хотелось написать еще про драку, про темноту, про страшную собаку, про страшную загрузку, про страшные расклады, про страшные политические разлады. И вот стихотворение на две трети страшное, а на одну шестую хорошее. К нему какие-то математики придирались, но я... Там же шестая, если захватают. Да, то есть я говорю, что придирались в математике. Специалисты по арифметике. А это фигура умолчания. Нет, ну я говорю, что по арифметике я, к сожалению, очень плохой специалист. Нет, даже просто там одна шестая, она неизвестна, что еще. Да. А страшный мозг, где еще и одновременно хорошее. Да, так все присыпается, надо открыться. Значит, едем дальше, значит, два стишка, один без евро, другой без доллара. Я сейчас забыла, как это... А, вспомнила термин липограмма, когда происходит сознательный отказ из использования какой-то буквы. Ну, я говорила о том, что есть целый арсенал разных политических инструментов. И, соответственно, стишок «Кошмар, кризис», акро-стих «Кошмар», он же телестих «Кризис», и при этом еще без «Е», это лишь без «Евро». Денег у нас нет. Корчится елочный цук, обволочен гилью игр. Шарик гирлянду спроси, можно ли грохнуться вниз, а на соосной оси ромовый бабник завис. И это еще, ко всему прочему, частично рифмованный текст. Валюта, доллар, все то же самое, но без «С», то бишь, без доллара. Вот этот ад, а нам не вема, любили нам ее доль футбол, твой нежный штав, а с разговор. Криминальное стихотворение. Подозреваемый переспал с пострадавшей. Пострадавшая тоже спала. Снились ей пострадавшие не пострадания, а по море, по солнце и подельник, подозреваемому по делу, под одеялом. Произошло замятие. Останови занятие. Пространство заметерило. Сообщество заметило. Все начинаем заново, как будто денег заняли. Диссертацию пишет по культуралу. Образ Ден Ло в творчестве И-бо. Сопоставляет Ден Ло с Джей Ло. Уподобляет И-бо, Ли-бо. Андел теплой централи трубит трубой. Истероидно, и веролом. Разъяснить или нет имена? Обязательно. Тебе понятно все? Да. Значит, образ Дениса Лорионова в творчестве Игоря Бобарева сопоставляет Дениса Лорионова с Дженнифер Лопес и уподобляет Игоря Бобарева к древнему китайскому поэту. И понятно, что диссертация, естественно, там она как бы такая слащавая, и поэтому этот ангел там ведет себя безобразно. Ну, то есть, как бы вот такой вот размотанный, разкованный язык. Водитель властительствует, продавец продавливает, пекарь печется, столяр сутулится, и фраер из Ифран ирфраерирован. Значит, слово «эрфраерирован» взято у Эрли из хорошо эрфраерированного тапира, который, в свою очередь, является аллюзией на хорошо темперированный, если я правильно помню, плавир. Вот. А, соответственно, вот такой вот... То есть, как бы, привет Эрли. Вот. Почему не написать шестистишек про мебель? Вот стоит моя кровать, вот окно, где видно небо, отвлекают отвлекать. Плачут бедные неупомянутые стенка, стол, стулья, трюмо, тумба для обуви и даже подвесной шкафчик в ванну. Вот. Я не помню, как это правильно называется, но есть, как бы, некоторая методика писания рекламных текстов, в которых обязательно должны быть какие-то слова для поиска в интернете. Вот. Это, похоже, вот такой вот принцип. Забыл, как эти тексты называются. Не СММ, а СЕО. СЕО. Елки наладили, свертки свернули, спать не ложились и так не уснули. Тихо гуляют народы страны, робко стреляют солдаты войны. Она дробится в наших бокалах и в лампочек наших накалах. Так, стихотворение про, скажем так, Всеволода Николаевича Некрасова. Всеволод Николаевич, Всевлаевич, Буква поэзии в смыслах связаша, Прочтется, зачтется, вочтется отчетливо. Первое января у меня было тоже рабочим днем. Миллиардеры пляшут на яхте, домохозяйки пляшут на кухне, любовники пляшут на такте, чиновники пляшут на охоте, полиция и армия, сотрудники Макдональдса, водители автобуса неистово танцуют на работе. Отчуждение моралей, отпадение вуалей, оскудение вакуолей, подстраничные морозы, страфарические грезы, лед гремит, вода трясется. Пояснить нет. Поясню только... Страфарические. Да, спасибо. Поясню, я сказала, что я буду пояснять греческие слова и название грибов. Страфарии – это зимние такие стеклянные грибочки, которые вот реально растут зимой, практически сквозь лёд. Можно залезть в интернет и посмотреть, как они выглядят. Они выглядят восхитительные. Погану-погану. Ну, допустим. Есть конструктивный принцип и когнитивный груз. Принцесса встретит принца. Прекрасен их союз. Так просто счастье деется на фильме про индейцев. Ехали с песней. Песня машину вела. Вдруг оглушились, замкнулись. Такие дела. В зеркале заднего вида замерший задний вид. Колка проёков зависть птицей вперёд летит. Стойки земные виды на небеса без туч. И солнечный луч падает на гаечный ключ. Всё хорошо, отказ. И свеж ещё запрет. Перечитай рассказ. Гранатовый браслет. Горит на кухне газ. Горит в прихожей свет. Ну, и ещё одно стихотворение о прикладном литературоведении. Белым днём сидели на пеньках. В сумерках сидели на ступеньках. В темноте сидели на диване. Вспоминали, что там в дяде Ване. Ковыряли косточки в вишеньках. Заглудились в трёх сестрах. В клубе арбалетчиков Встреча бывших лётчиков. Они себе покуривают, По мишеням постреливают. У всех есть новая работа Безмыслимого полёта. Ужасно хочется поехать за город. В какой-нибудь Неаполь, Белолапы, В кустящийся Пекин, В блаженный Готэм-Сити. Но нет трамвайки, Есть запасы вин. Пришлось проехаться метром. Забыть прекрасное мгновение Поможет боковое зрение. Мол, вышел весь красивый мальчик. В руце пластмассовый стаканчик С раскачивающимся вином. Лаборантка добралась В последнюю очередь. Цветы полить, Пыль стереть, Реактивы перемешать До завещания старого профессора. В котором он её, Аргументируя теоремами и формулами, Посылает на Луну. На кафедре дизайна Дерезайна Учат работать с берёзой. Фотографировать на фоне неба, Резать по дереву, Жать по коре. Разве не учат дать в погрызь козе И до ряду не читать? В кинотеатре в выходной Из мультфильма вышел волк. Зрящим розлил по одной Во попкорновый стакан. Тос сказал, Не водою, Не закусывай кабан. Вот, ещё одно стихотворение Лидер по лайкам. В какой-то момент. Давайте подержим Руками страну, Пока подрастут наши дети. Вот я тут море схвачусь за сосну, А кто-то за горы и степи. Пока не сказали, А ладно, да ну, К чему бы мечтания эти? Пока нас разнимали в фильмах счастье, Всё небо хлопкое ухлопалось в ненастье, Кругом схромнула цельная военщина, Формально списаны с лица оброк и барщина, Но дом не склеен, Улица не счищена, Темно и холодно, И незачем, И часто. Для бодрости духа пьём водку с утра, А вечером что-то не пьётся. И зимнее время над нами застыло, смеётся, Над нами, что мним, как на даче в колодце, Заклинит весною воротся, И чуется сердце, Что до первоцветов добьётся. Крупа просыпалась, И яблоки раскатились, Со стены упала картина, Это была репродукция поля Сезанна, Где моя дежурная тряпка, И молоток, чтоб обратно, Всё заново. Человек запутался в пододеяльнике, Снил о забытом в школе угольнике, Об украденном кошельке, В кошельке всё равно было мало, Угольник не влазил ни в какие пеналы, А тут они ему оба навстречу, Каждый в одном носке. Это рождественское стихотворение. Антистатик и перепатетик Подбирает себе анальгетик. Из возможных небесных наборов Есть лишь небо, которое в шторах, Очи конские, стиснуты в шорох, И ни звук тишину не пробудет. Перепатетики – это прогулки туда-сюда, Антистатик, насколько я понимаю, Непрестающий, Нестоящий. Одно и то же – это лицо или разное. Да, я знаю, что вот это, Но это я пытаюсь с грецизмом бороться. Стихотворение, да, Есть несколько стихотворений про женщину, Вот как бы одно из них. Он, глянув на накрытый стол, Сказал, что рыба-то с костям, И даванул по скоростям, И больше не пришел. Она замедленно ням-ням, Но никаких костям. Как-нибудь зиму переживем, Как-нибудь лето уборем, Море уморем, Чернозем обползем, Захлебнувшись весенним дождем, Обжигаясь осенним убором. Художники и всякие там художники Создают картины, И картины тоже. Утирают лоб от усталости. Вечером пьют вино, Но и от вина не откажутся. Едят бутерброды, Но не без бутербродов. Такие в их жизни радости, Иногда радости. Так, здесь много людей, Родившихся не в Петербурге, А в Курилке мы сейчас обсуждали фольклор. По улицам ходила большая крокодила, Она, она голодная была, В зубах она держала кусочек одеяла, И думала она, что это ветчина. Я знаю, что это один из вариантов, Но это довоенная, детская, Скажем так, народная песенка. В лучшем городе земли Вся земля укрыта сном. В лучшем городе земли Встала главная река. В лучшем городе земли Без кусочка одеяла В зубах не ходить. Значит, надо сказать По поводу главной реки, Что сейчас отмечается удивительное явление, А именно очень сильное снижение уровня воды До 70-80 сантиметров В таких реках, как мойка и фонтанка. И до 50 сантиметров в Неве. То есть можно посмотреть на дно мойки Напротив летнего сада, например. А я там, к сожалению, еще не успела пройти. Дельта Невы из-за сильного восточного ветра Практически опустела. То есть такое анти-наводнение. Я в фейсбуке еще не написала, что я в этом не виновата. Ветер, да, выдувающий воду из реки. Моя фамилия, паспортная. По характеру он отшельник. Говорят, он большой надшальник. Наблюдает и мыслит шире. Отлетает шаром от шары. И на нем загорает шапка. Тш. Вот. Понятное дело, что сетишок построен на том, что в каждой строчке было тш. От физики и алгебры голова болит. А от изо и пения не болит. От 1С болит. От царьства и мелонги не болит. От борща, шарлотки и компота тоже не болит. От телевизора и радио болит. Персонажи верлибров. Танец. Это, да, но это виды танцев, которые, значит, постоянно, вот как бы у нас в городе курсы там. Танец. Это не просто танец. Это не просто танец. В свое время в Деловом Петербурге был такой заголовок. В Петербурге танцуют целые финансовые пирамиды. Имеется в виду, что это огромная индустрия. И именно она здесь имеется в виду, что вот ты пошел вот туда, вот ты танцуешь. Совпадение с биографией автора отсутствует. Вот я никогда не увлекалась подобными вещами. Персонажи верлибров, адресаты автографов. Идр на фото и в списках участников. Что о вас знают пассажиры автобусов? Или там любители поиграть в настольные игры? Репетиторы-частники. В девяностые громче, чем надо, играла музыка. Из ларьков у метро светились портвейн и ликеры. Спортивные костюмы, полиэтиленовые пакеты, яркие куртки зимой. Только белый узор тот же самый, по сейчас намерзает за рамой. Поэт пишет, у меня нет сердца. Поэтесса пишет, у меня нет груди. Художник пытается, но чистый лист получается. Любое совпадение с песней «Шнура сиськи» отсутствует. Ну, я просто для тех, кто в новостных потоках. Кардиолог советует каратэ. Спелеолог – фриволете. Маркетолог – эголете. Оператор колл-центра мнит перебить. Барбершоппер – отбрить. Тачая оборвать, наконец-то, нить. Вот, с французского я сейчас пытаюсь вспомнить. У галете – это что у нас? Рамстон. Вот, вот. Спасибо, да. Кто такая Тачая? Тачая – это ткачиха. Это просто старое слово. Это старое слово. Это реальное слово. Да, это реальное. Есть ударит. Тут есть даже еще очевидцы, которые видели, встречали это слово. Ты больше встречала галетей, но помнишь, что она есть ударит. Да, но барбершоппер – это, кстати говоря, для старшего поколения пояснение – это мужской парикмахер, который работает не в парикмахерской, а в барбершопе как раз-таки работает. Ну, то есть для молодежи. Ну, в последних пациентах действительно. Ну, да. Ну, то есть ты клятся туда, а это сюда. А умрет все. Только мы не умрем. Зима, как будто ночь. Я дома пью и сплю, мечтая уток-булкой покормлю. Когда вскроется река и откроется булочная. Когда проснется утка и всякая прочая птица уличная. Несказанность, как недосказанность. Не скажу, давно спустился в книжу. Предсказание, что пересказанность. Передонов опять умирает цитате. Перенеду, пролдже, продолжу. Ну, тоже не буду пояснять, никто такой не скажу, никто такой Передонов. О, еще всякие имена. Там были имена Мулдашев, Баркашов. Им приговоров тут пришел по снежной каше. Шли Кашпировские до Давидашвили. Их слили. Мир краш. В дождь вирус гриппа холоден и свеж. Когда толпы глазами воздух ешь, скопившийся в дубленковом сырье. Вот в шарфно-шапковое он пророс сырьем. В карманах рукава брешит рыжьем копье. С вдвижением смерти тело не мое. Тут надо сказать, что сырье это не то, из чего что-то изготавливают, а просто сырые вещи. На камне камень лежит в лесу, Под камнем камень стоит в реке. За мной шпионящий шаолин, Который кроток на коротке. Когда я вернулась, я хуже сунг, Забыла купить шампунь. И опять комбинаторика. Скошен, скошенная акра телешестистишая, Про сгу и жим весны. Сохнет на солнышке левый глаз, Кучится с крыши снег. От уголков рта Ширится блажь, Ежели выжили на обум. И опять даже не комбинаторика, Просто не понимаю, что, что-то очень сложное. Вывернув руки реке, Во слов вернуть в оборот, Волглым сдвигайловом коловорот, В полую нью полинялой воды. Вод и водой забивает труды, Передвернув рекова ручейков. Похоже, про наводнение текст, Но я не понимаю. Значит, тут тоже зачем Принесли проектор и все показываю. Палиндромы. Учащаяся, учащаяся, Ты по нему и нет стен, И умен опыт, Тырк оп, медленно, Он не льдем покрыт. Я ся ищу, а щачу, Я сей, ща, чу. То есть, собственно говоря, Последняя строчка является... Короче говоря, какие-то палиндромические связи, Я не буду их объяснять долго. Эпопея 3. Первая две, одна была про человека, Вторая про то, кого он боится. Грабли на кончике языка, Жаргона кочерга, Ножницы литературного аккама, Орфографическая тоска, Аутопарадигматика, Первая мама. Значит, как всегда поясняем греческие слова, Аутопарадигматика – это слово, которое здесь обозначает то, что ребенок не в состоянии, ну, лет двух, овладевающий речью, не в состоянии говорить правильно и говорить там что-нибудь, типа, там, не знаю, не кошка, а котица, да, знаю, что тигрица есть, или наоборот. Вот, ну, то есть, вот такое вот установление парадигмы, значит, самостоятельное. Очертить философские рамки рассуждений на данную тему и потом слово дать семинару. В пятой копии было про рюмки, не поверим мы данному мему, он Баян, Суэрэл, Семинару. И не менее загадочное. Падает занавеска на человека, сидящего у окна. В окно заглядывает страна, пытается узнать человека, на которого упала занавеска. Наплели, что Эскуда ударил Юань. Ни на миг, ни немедля Эскуда вырвал знак из его ниоткуда, знак гармонии мира, им-янь. А потом они оба, но без интереса, выдирали цветы из кубинского пес. Ну, это вот серия про драки, да, там теория с практикой, доцент со философом. Вот, значит, тут надо сказать, что, как написано, использовано тройное отрицание, свойственное креольским языкам блаженных островов, единственное место в мире, где валюта Эскуда еще используется. То есть их валюта называется Эскуда, вот, но надо сказать, что на Юане нет знака гармонии мира и инь-янь, поэтому вырвал из ниоткуда. А что касается цветов, то монеты кубинского песа похожи на такие вот пуговицы с орнаментом, то есть это не чекарка, а какая-то лакировка. И там действительно изображены всякие разные цветы, то есть это, ну, как бы такая вот чудовищная драка, но тем не менее. Повседневная еда теоретиков, ритуальные напитки практиков, топоры табаков наблюдателей и следы каблуков попирателей. Кому вынется, тому сбудется, зарубцуется, зарифмуется. Шум, мотор риторических фур, моветон стилистических троп, долгота синтаксических строп. В мелочах мифологии лом мылит мясо глобальных культур. Флейта взвыла в узелы. Ом. Все понятно? Аум это, это ом? Мантра ом. Аум. Что? Аум. Мантра ом или аум? Ну знаешь, это такая мантра. А это не с физики, которые ом? Не-не-не-не-не. Это звук. Ой, ребята, опять Дракова, извините, тут просто, видимо, такое место фильма. С вершин шкафов кассеты басов и сони спустились погулять на подоконник. У ящиков почтовых, где дома, как корабли, и стали дальше жить, набивать кулаки. Про кто дороже меж собой набивали, кто громче, аж наклейки надорвали. Стихотворение посвящается Полине Борскому, которая занимается темой блокады. По-моему, она никому не понятна, даже мне. Вот вместе с кино завсегда есть кафе. Милкшейк и чизкейк, и попкорн, и ленты цветные на все времена. На вселе, где солнце, тепло и трава, январь-февралью помолчит в тёмный снег, когда, отгремев, распустился трамвай. Как мы знаем, одним из серьёзных, позитивных событий было блокадную зиму, когда пошёл первый трамвай убирать мусор. Люди очень обрадовались сильно. Это ровно про то. Капитан всегда должен быть прямым, как червяк дождевой, говорил мне о палимый коньяк, когда мной до месезонной зимой наискось пересекался парк. В небесах колосился дым. Артёр, Лимонадов, Петров, Иванов раз девять декадов менял именов, подвопли комрадов, сестров и женов. Он лёдов зимой, половодки навесной, по лету жарюгин, а в осень цветной. На полном серьёзе афишка спорту. Бывает, есть у человека кошка, бутылка пива, баночка горошка и облака за форточкой окна. А вот и нету никого у кошки. Нет суповой тарелки, чайной ложки и тучи наверху черным-черна. С первой даты АТД сделано сознательно. Это драгомощник пытался свои письма. Получил пару писем, а в них заказы. Отослал пару писем, а в них отказы. Получил пару писем, а в них приказы. Отослал пару писем, а в них рассказы. Получил пару писем, а в них заразы. Отослал пару писем, и в них заразы. Ещё одно стихотворение про женщину. Ревнивая верность сидит у окна без света, Жжет тонкую сигарету, Глядит на поток машин и ищет родные фары, Обдумывает короткие разговоры. Но вот поворот ключа и рубашка на пол, Растаял дым, и в доме пахнет мужчина. Пишет стихи про мир, мир зол, Убежал суп, не помылся пол, Пишет стихи про мир, мир добр, Подарили подарок, уступили место в общественном транспорте, Что-то еще, и в итоге верни. Попадаем в зависимость от вещей, Вот чашка моя и гаджет при ней, Вот фотоится принесенный десерт, Под вечер на улице включится свет, И гаджеты спрячутся, кофе допьется, Останутся только руки и лица. Вот, это веселое стихотворение. Мы вчера у Автоклава хоронили тетю Плаву. Вышла на небо уборщица, А у неба край топорщица. Тетя Плава мечет, рвет, Мастера по обработке облаков зовет. Вот, единственное стихотворение, Имеющее документальную подоплеку, То есть все было именно так, Просто изложено стихотворение Через несколько лет после события. Это было со мной, я не одна, Ну, в компании небольшой проезжала Эту самую станцию Леонозова впервые, И вся вот эта компания небольшая Тетя Плава тоже впервые, втроем проезжала. Когда мы впервые проезжали Леонозова, Зимняя погода была слепо-глухо-немой. Как новые торговые центры, Она стояла серой спиной, В железной дороге, Засланной снежными розами. И даже кассира билетного разъездного Не интересовала, что мы там пили, Закусывая едой. Для тех, кто не ездит в электричках, Вот, иными словами, Железная дорога этого несчастного кассира, Кроме как кассир билетный разъездной, Не называет. То есть требуется кассир билетный разъездной. Идет человек, у него бейс, На него написано кассир билетный разъездной. Ужас! Вот, и опять, значит, наша неизвестная гражданка Продолжает свою безуспешную деятельность. Пишет по очеред цену деверю на деревню. Почему не пишешь? Дышишь? В пенсию винтом работа, Но не сякнет жизнь забота. Дочь пишет. Отжохни, чтоб жахнуть вновь. В контакте. Горит, Маяковский, Любовь. Над автодорогой мигает экран. Искать зовет себя в несколько стран. Пока происходит движение, Не чнется пора поражения. Здесь очень странная вот эта тиреха. Она обозначает минус при поиске в Яндексе. То есть если нам нужно найти, там, не знаю, Россию, Но не гостиницу Россия, То мы пишем Россия, А потом с таким минусом пишем слово гостиница. И нам выкинут все, Что связано со всем на свете белым, Кроме гостиниц. Живем в одном подъезде с кавалером. Пусть он и кавалер не орденов, Но ведь в этом мире славном все не ново. Машину ставим рядом с кавалером, И только закрывая дверь квартиры, Кавалер барышня хочет. Человек идет на неделю каникул. После сдачи проекта С утра ему будильник пропикал, Его песенка спета, А он летит себе на другую планету, Где ничего нет. Доктор, доктор, где мой прозак? Где не мои, их давно запретили по вредностям, Я не поймут читатели. Без пяти десять утра Я включаю на кухне свет, Шампанское и зоопатию. Перечень запрещен, Зарится переучет, Парится зари уход. Навязывание местных традиций Неместному контингенту. К этому моменту хочется разозлиться, Давно пора слиться со всяческих лекций. Приснилось, несу баллон, Тащу из сарая в дом, На ляжке пятно растет, В нем красная ржавь цветет, Но пуст хоть тяжел баллон, На пшик только годен он. Творение с обилием греческих слов Все потом поясню. За честные помидоры По самые светофоры Тут вскинут копьем дорифоры, Их через плечо амафоры, Да пустят слезуха и форы, Обмоют все полифоры. Итак, дорифоры это как раз-таки копеносцы, Амафоры это вид одежды, Такое полотно, которое накидывается, Хайфоры это профессиональные плакальщицы, Существовавшие в местной традиции, Если умирал, кто-то специально приглашали, Они оплакивали. А полифоры это моющее средство Для мытья объектов Не менее локомотива железнодорожного. То есть это вот как мылом, Ты там не вымоешь куском мыла, А вот тут специально, значит, Все вот так, больших, крупных. Обрадованы беззаконию Те, кто сгубили пеларгонию, И у кого из холодильника Есть все для потребления коньяка, Иные те далече или нет, Всем светит свет. Цветоводы есть? Что такое пеларгония, сама забыла. Есть световоды, точно знаю, Двух, трех. А не дурная лома? Ну, по-моему, нет. У меня такое ощущение, Что какая-то родственница герания, Ну, комнатное растение. Поставь диван на сквозняке Те гриб и простатит, И ломота в одной руке, В которой мышь летит, И с миром не на коротке Дистанция претит. Вот, и опять что-то нежное. Холодный сон, как мимикой зимы, Где простыня снегов Еще не бита граффитистом, А разве граффицистом, Чтоб прожилки оставят На развилке бытия с небытием, А тут и утро, Изморось, утрянка, И мало раз далекое бьет склянк. Выходной, сплю до двух, Хорошо, выходной, сплю до двух, Плохо все. Здесь я увиживаю себя, Уединяю канву и фон, Канва уконцована, И на фоне усматривается увлечение, Но только зрители уязвлены, Поскольку это слово знакомый. Составлены треноги табуретов, Чтоб рисовать масштабнее, чем бывает, Когда весну пространство рисует, На фотографии выходит осень, лето, Так ждешь-пождешь, А будется лишь это, Такое что и слово забывает. Налью себе бокал вина, Чтоб написать стихотворение, Стояла так себе с окном стена, В нее вкатилось колесо переднее, Хэштеги, руль, ветрила, времена, Оставьте, ах, оставьте ваши милые. Стишок в памяти афганской войны. Живое в марлю завернуть, А мертвое в фольгу, А дальше? А дальше цинк, И снег, и зной, И дождик проливной, И мячик надувной. Стихотворение, подаренное Марине Хаге. Поймали последнюю рыбку пруда В тенетах темнотного парка. Я больше в тот парк не приду никогда, Пусть время рывками, рывками, Так поотражай облаков, не вода, Безлунная рыбка на память. Стихотворение немножечко в поэтике Геннадия Айги. Я говорила, что здесь есть приветы разным поэтам. Глаз и нога завтракают разными видами снега. Вчерашний снег, белая манка, Шуга, кофейный ликер. Запивают растаявшим. Здесь тоже можно сказать, Придается, что больше шести строк, Потому что знаки крепинания, Но они все-таки не произносятся, Это иконические знаки. Шуга что такое? Шуга это снег со льдом. Вот. Оптимистичное стихотворение. Наша кошка вышла в окошко, Стала облачком над Невой. Вот она, приземлилась На загрунтованный холст уличного художника. Вот. Тут приветы прямо передаются Никите Сафонову, Жене Суслову, Александру Ильинину. Вот. Значит, здесь ват, Чего измерение мощности И только света, звука и тепла, И прецедентности текста. Как разновидность потока излучения. Какой-то гиперцитированный текст, видимо. Город с ветром на «ы», Дом с дверями на «у». Если солнечный луч заприветил луну, Февралёвый навзрыд, Ватт до лампочки в сто. А, ну понятно, что за февралёвый. Февраль достает чернил и плакать, И прецедентность этого текста Очень высокая. То есть, его часто так или иначе К месту или не к месту вспоминают. Вот. Я была вынуждена написать Стихотворение о географии. Да. Но мои познания о географии Вот как бы, большому сожалению, Пришлось несколько сократить. Северный полюс, Северный полярный круг, Северный тропик, Экватор. Здесь сплющилась океания Знаемого мира, Южный полюс. Северный тропик есть? Есть. И северный, и южный. Не называются северного юрия. Тут тропик кратный, Тут тропик кратный. Надо было посмотреть. Спасибо за энциклопедическое пояснение. Нет, совершенно очевидно, Но я могу назвать северный. Это назвали, наживали. Это кратный. Кажется, я видел какие-то считания. Мы не обнаружили, Среди нашей, Среди курящей, Или сочувствующей курящим, Части аудитории географов, Может быть, есть кто-то, Не курящий. Никто географии, нет самым. Географии, нет. Вот, ладно, едем дальше. Мигает в центре магазин солнцеворот, При лавке мухой обслепил народ. Нарежьте нам грамм триста зла, В пакет на сдачу пустоту, Еще копченого стекла, На хлеб намазать темноту. Когда нет свежих овощей, То свежие цветы, Пространство ищут для вещей, Полвазочки воды, Но только старый слабый чай Во свете белых дун. Банс, говорит, кривая железяка На проезжей части. Наши шины, наши шины, Шипятые в ответ машины. Чонс шрук гурш, говорит, Пустой пластик, Изнесенный ветренными воронами По дороге. Упс, говорю я, не пройти и не проехать, А за спиной расправляются Черно-серые крылья. Полпортрета в теплой шапке От бровей до подбородка, Документа, оборотка, Хроника и сводка. Здесь какая-то удивительная комбинаторика, Это куски диалогов, В середине текста, В которые включены имена людей, Которые друг с другом еще не встретились. Оксана и Игорь, Да, Наташа и Никита, и Анна, и Леонид. Перед премьерой смотрятся в зеркалах, Вокса на лодке и горький вкус чая, Граната шар ломки и пунктник Китая, Желанная ложа. На поле они, добавляя Александра и Екатерина, Глядят друг к другу в глазах. Да, я его как-то очень долго писала. Самозанятость сообщества Инерциирует без победителей, Хроматографирует солнце учителей, Персонифицирует социум зрителей, Анестезирует хлеб потребителей, Но игнорирует джек потрошителей. До верху пешком, На взлет и облет, Прасказывают мортаторы, Им вслед гулят траволаторы, Тошнется вязкий мед, Кашлятся горький ком. Мортаторы – это выдуманное мною слово, А траволаторы – это вот... Траволаторы – это как раз известно. Мортаторы? Я по ощущению, что это выдуманное слово, не помню. Я думаю, это вот, смотря в мортатору, Можно считать ревиативно. Траволаторы, разве не через АПИШ? У нас морты, да. Кто? Траволаторы, разве не через АПИШ? А, не через АПИШ? Траволаторы. Траволаторы. Нет, не трава. Да. Вот там специалисты по орфографии сидят. Не знаю, что такое траволаторы. Траволаторы – это вот в магазине горизонтальный эскалатор. Или выход из станции метро «Спортивная» на Васильевский остров. Он тоже снабжен двумя траволаторами. Или аэропорт в Дели. Ну, аэропорт в Дели, ну, как-то да. Мне проще про Васильевский остров. Заболеть болезнью, как одеться в чужое. Ни по цвету, ни тошное, ни по размеру. Выпивать, как пьяница, жрать, как обжора. Прибегать к неравноценным обменам. Каждый голос слышать отдельно от хора. Видеть мелко, но чувствовать смело. Так, вот это стихотворение. Я специально, да, говорю, что является рецензией на учебник поэзии. Вот, оно публиковалось в Фейсбуке без разметки. И здесь можно считать, так сказать, показывается впервые. Мало того, где-то дальше оно переведено на английский язык, но оно с помощью разных всяких друзей. С соблюдением некоторых комбинаторных элементов. Улитка ползет меж еловых лап, чарующий след притворяя в лал. Еловый стланник угнет в письмо, бытующий в экосистеме мух. Неверного воздуха, невермо. И кончилось всё, и пора домой. Я поясню здесь только одну аллюзию. Мы знаем, что поэт Сэнди Конрад, Александр Кондратов, зарабатывал деньги по сравнению на очень популярную литературу. На самые разные темы. В одном из вот трудов, посвященном географии Южного полушария, он рассказывал, что в Южной Америке, Австралии, ещё на каких-то островах, примерно на одной широте, произрастают буковые рощи. При этих буковых рощах, ну, как бы под буквами, произрастает некоторый мох, который не произрастает ни под буквами. В этом мху проживает некоторый клоп, который, если вы унуть из этого мха, значит, погибнет. И, тем не менее, клоп обнаружен и в Австралии, и где-то ещё. То есть, в бытующей экосистеме муха – такая вот метафора через такое сложное объяснение целостности мира. То есть, это достаточно необъяснимый факт проживания клопа. То есть, если клоп на метр отойдёт от мха, он погибнет, потому что он там, стол, дом, кровь, секс и всё что угодно. Я даже знаю, где эта книжка была. Да, но я просто говорю, что вот… А последняя строчка напоминает? А сильно как? Я его, в отличие от тебя, не читала. Мне напоминает? Спасибо. По-моему, эта строчка состоящая из очень простых слов, которые в поэзии встречаются очень часто. А еще мне не действительно плохой? Отдельный разговор получает. А ты с какого-то что-то? Да, 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 очевидцы есть. Я всё читаю целиком. Я монографию Кузьмина про монастик целиком прочитала. А ты её больше верила? Она только что вышла, а учебник давно. Поэзия коралл, поэзия копыта, поэзия признал, поэзия забыта, поэзия обвал, оврал, овал, поэзия закрыта, крыта, рыта. И как бы разворачивание этого же текста, угловой, как раз тихо, тут поэзия, тут поэзия. Поэзия коралл, спасаемый людьми. Огромного копыта след на грязи яза. Энергия любви, энергия любви. За почему с отстроенного фриза, игольчатый крап-крап, взревающие весны, ярчайшие истерики и сны. Здесь ещё аллюзия по поводу фриза. У Сабгира есть два сонета фриза разрушены, фриза восстановлены. То есть это вот тот самый фриз. Это не факт архитектуры, а факт поэзии. Так, значит, тут стишок с вопросом. И, соответственно, вот как бы шестистишим чем ограничится. Тут шестистишим ограничится, и тут шестистишим ограничится. Шевелится слово, окуклится дальше, Страницу отвлёк, шелестящийся свист, Истом стопудово, вычерчивый абрест, Тигровые полосы, йодные сети, Широкого голоса, лесные марши, Емчей в невдомёк, ограничится чем. Ну, плюс понятный текст по возможности рифмового. Ночь укутала Невский суровым капором, Полиция шарится под капотом, Руки влюблённых покрываются потом, Дымка над мойкой висит топором, Утром тротуары прорастут первым топотом, День ежедневный озолотит серебром. Я очень хотела написать пошлое стихотворение, Но у меня, к сожалению, получилось сентиментально. Сюда хозяин больше не приедет, Шуршит, как встарь, берёзу в ворот, Лишь слива вся усохла в тот же год, Цветник лилейный, вот, розарий сонный, Картофельные грядки, патиссоны, Скосившийся заборчик от соседей. Я порабатывала это где-то редактором, Читала, значит, некоторую рукопись, Ну, не очень, мягко говоря, Интересного, абсолютно неизвестного поэта, Который умер, и его жена Почему-то в предусловии причисляла, Какие именно плодовые и ягодные культуры На даче погибли после его смерти. То есть там был достаточно изрядный список этого всего, Что, к сожалению, там какая-то там вишнёвый куст, Там яблони, я не помню, что у меня, Такого даже словаря нету. Но это вот совершенно восхитительный, Ну, скажем так, человеческий документ. Вот. Апельсины, бананы, хурма, Огурцы, помидоры, петрушка, Остатки курицы в рис, Горящую котлету в картошке, Ужин, джин и отчаливает сервис, Вёсла, вилки, тарелковый тор, Лодки, ложки. Мы едим одну кириллицу, Раскрывая рот и глаз. Кириллицы чаруют и радуют нас Имитацией безносечковой стабильности. Утренняя газета, Объявление на стене, Столовая закрыта, Открыть в новом окне. Вот. Это месо-стих Здоров, вот болен. С какой-то полинодрамической расшифровкой, Которая, в общем, сложно достаточно объяснить, Но текст получается, Обе оси рос ад, Вилавор, село, Эр, пякло, ДВР, То есть такое замысловатое сообщение С далёкой жаркой тюрьмы, А если оно действительно пякло, Ну, это воронежские диалекты. Вот. А сам стих вполне силилирический, И надо сказать, Что в нём присутствует Юрий Борисович, Я забыла вам это кинуть, Не стиховой элемент, То есть последняя строка Не содержит гласных букв, Соответственно, лишена стиховой природы. Это спорно. Чтобы её не содержит, Но всё равно она будет произноситься, Она будет слагобородующая. А, то есть нужно избегать ещё этих букв. Да. Спасибо. Что там? Ага. Изобразивший небо, Вдаль уводит взор. Ровно встало поле, Просик, свет, лес, Долг, вид, кротк, нерви. Вот. Ну, это просто одно из самых сложных текстов. А этот простой. Поймали щегла, Сделали щеглу укол, Сложили щегла на операционный стол, Дали мгла, А китайской амператор, А китайской амператор, Жлёт слоёный язычок, Которым торгует за углом ларёк. Вот. Орфографические ошибки, естественно, Все абсолютно намерены. Я бы сказала, что это не орфографические ошибки, А стилистические приёмы. Утренний ливень Заиграл белый день мне, Волны на невке, Перевернувшийся бак Мелкого ссора, Близится вечер, Два хайку, Вставленные друг в друга. Не самая удачная, кстати, хайка, Если строго подходить к жанру. Я за вином хожу по мере сил, Раньше на столе была еда, Я даже дождевик жене купил, Но в дождь она не хочет никуда, Я жизнь свою как яблоко кусил, Она андроид, робот, это да. Дождевик это макинтош. Специальный комментарий. Это стишок про людей, Обладающих разными гаджетами, С разными операционными системами, И в силу этого не понимающих друг друга. Мам, макинтош, эппл, А этот самый... И яблоко кусил. А она андроид, Там такой робот нарисован. И это вот тоже стих, ну, Ну, про женщин, да. Где были рогоза тенета, Давно осушили болото, А там, где кустилась ракита, Теперь парапет из гранита, И привкус металлопроката, И в винах, И в соке гранат. Следующее стихотворение написано, Не знаю, в общем, Я пыталась написать его гигзаметром. Гигзаметр ли это? К Юрию Борисовичу. Про картофель и провод. Юрий Борисович что-то там думает. Гулки, картофель и провод стоял в овощном магазине. Грязный лоток, И к нему подставлялась авоська. Мелочь летит в рассыпную, По жирному катится полу, Мимо брезента и тюля, И прочных, но вытертых ручек. Сдача с бумажных рублей серебром называлась. 20 копеек, 15 и 10, А 50 очень редко. Алина, пропуск в последней строчке, В этом это все-таки скорее 600-ой дакцией, Какой не является. Не с вами, А последняя строка на разваление некоторых событий. Потому что на 50 происходит этот перебор, То есть усечение на одну спадку. Спасибо. Надо сказать, Надо сказать, Что понятно, Что здесь воспроизведена реалия, Которую, я думаю, Многие люди помнят. Но дело в том, Что когда я разыскивала, Существует ли это слово, Картофель и провод, Не существует его. И картинок даже нет Этого замечательнейшего прибора, Который стоял в советских магазинах И популярно описывал. Мастер, он вообще базовый. Нет, Андрей. Я не в магазинах, Там, какого, Не собрался, Светлая, Украина. Очередно его продавцы называют Какой-то иначе. Нет, ну это, Ну на самом деле, Это достаточно удобная штука, Прямо скажешь. Что-то лишнее. По второму году, Существует ли это, Не понравится, Не спокоен. Спокойно. Так, Так, Проискнулся. Проискнулся. Друзья, Кто не видел Никогда этого Картуфеля-бровода, Поднимите. Кто? Вы, да. В, раз, два. Два, и. Вот. То есть, Двое из нас Его никогда не видели. Вы видели? Я на вас посмотрела. Видели. То есть, Значит, Вот как-то удивитесь. Так, Давайте продолжим. Час номер 200. Я думаю, Еще через там 30-40 Сделаем перерыв, А пока продолжаешь. Столичное детство Под зонтиком. Вечернее платье Под зонтиком. А в сельской местности Раскисшие тропинки, Сапоги до колен И ватник сушатся у печки. Ах, Вот почему все в кепках. Так вот почему все в кепках. Переложение псалма 136. На реках ветряных Под полисом огромным С пакетиком пустым По огненную вагону И правая рука Давно забыла, Как Песня была заказана Камня Кровица Пауза. Екатерина Меридиана Оси. Мешают светлый шум Цветные шорохи. Клаустрофобия, Агорофобия, Дислексия. Клаустрофобия Боязнь закрытых Помещений, Агорофобия Боязнь Боязнь открытых Пространств. А Дислексия Это, ну, нарушение Вот Возможности Выразить мысль, Насколько я понимаю. Дорога с катертью Обратилась К полотенцем-капюшоном Для оборачивания Мокрой головы И обращение К формам Усложненному Уже недоступно Для головы Ни в поле Попрямять травы, Ни в лесе Заблудиться сонным. Вынул вилку Из еды, Призадумывался Слегка. Жизнь Легка И смерть Легка, Страсть Легка И грусть Легка, Только глубоки Следы, Как в снегу Весною Как. Абсолютно Документальный Текст. А я Точно. Морской Свин Апрелька Жил, Как мое Стихотворение, Чернокоготное И весеннее, Точно Шесть лет И двенадцать Дней. Нет сил Во сне. Случается Нелепость, Когда ты Прянишь В пропасть. Отбросим В пропасть Подробности Касательно Собственно Пропасти. Петрушку И укроп Расти У края Этой пропасти Ковер Ковер Кровать Бывая на работе Странную Ранним Субботним Тазиком У фена Хранящимся. Целый час Шерсть Щелкала Эра Эра С юности Яблук Обратная Буцедарий Ясность Юдоль Экранирует Э Щели Шумят Час Ценится Ходом Фон Удачный Темпо Ритм Стабильный Раз Получилось Однажды Не могу Ломать Кодировку Йошкар-Ала Индия Зимбабийский Жук Ёкает Если даже Где Вот бы А То есть Это слова На букву Алфавита В Строгой Последовательности Туда И обратно А куда От нее Деться Привет Силу Николаевичу Некрасову Еще один Эх Дорожка 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 Гравийная Дорожка 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 И ходят по ней Дурачки 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 Под Пасху Замироточил При храме Банкомат Банкноты Смылись И уже Негодны В платеже А позже Коротко Замкнул И долг Был язык Огня Что такое Банк Закрылся Какой банк Закрылся 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 Дорогие коллеги Посмотрите Пожалуйста На дату Создания Текста Оно написано Где-то Я как-то Не слежу За этими новостями Нет Просто Понимаете Банкомат Это Самое то Что должно Закрылся 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 Ну Тут Дальше Будет Какой-то Текст Которым Что-то В глаз Спилось Я буквально На следующий День Света В глаз Веточкой Заехала Есть Какие-то Такие Совпадения Надеюсь Не страшно Очень Значит Я думаю Что мы Сейчас Наверное Прочтем Сонет Прочтем Про Леопарда И объявим Перерыв И так Я уже Говорила До прихода Юрия Борисовича Большей части Аудитории Собравшейся Что здесь Есть Ну Несколько Циклов И один Из них Это Цикл Из четырех Текстов Которые Являют Собой Раскуроченные Сонеты То есть Какие-то Части Сонеты Переданы Конспективно А какие-то Развернуты Полностью То, что Конспективно У нас Значит Вот Сколько И соответственно Это Фрагмент Сонеты Четыре То есть Как бы Вот у нас Четвертый Просто Фрагмент Здесь Явля Но я Это читаю Как Цикл Шестистиш Один Катрент Про Мед Второй Катрент Про Лед Терцет Про Йод Когда Закат Соднит Рассаженным Локтем Фруктовое Мороженое Тает Поэт Сложил Сонет И ищет Новых Тем Кровь Сладко Тянется Снаружи Внутри Снаружи Усыхает Темным Медом Внутри Колеблется Сердечное Умри Как упражнение Заданное На дом Еще Катрент Катрент Терцет О Йоде И в завершение Больно Сладко Вроде Катрент Смотри Параграф Три С незамирающим На зиму Водопадом В чихание В чихание И кашель Перебери Все ноты Глан Что в яй Скользят Простуда Рука Коричневую Клейт Соображает Для кролика Души Что боленым Сердцам Луна Закуталась И небо Убывает Когда закат Соднит Рассаженным Локтем Фруктовое Мороженое Тает Поэт Сложил Сонет И ищет Новых Тем Ну и Давайте Леопарда А потом Продолжим Вот мне Место На детской Площадке У скамейки Близ Урны Говорит Леопард В лесопарке На подлете К Москве Ладно Давайте Все-таки Прервемся Учитывая То, что я Закатывалась Вот Это не конец 218 Все Здесь 44 Да То есть Второй антракт Опера идет С двумя антрактами Сколько всего 344 Сейчас прочитано 218 Осталось Немного Вечер А? 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 Вечер Вечер Продолжение следует...